Шуботова, Гутевох, хорошей недели! У нас Мишли, и мы находимся в 20 главе предложения номер 9. Шлома Амелых говорит, сейчас, кто может сказать, я очистил сердце свое, я чист от греха своего. Вы помните, что прошлое предложение, мы довольно много его разбирали, и царь, сидящий на престоле суда, рассеивает очами свое всякое зло. И я сказал, что это достаточно сильно связано с Рожошоной, поэтому в прошлый урок мы немножечко посвятили понятию суда Рожошона. А теперь мы переходим к следующему предложению. Кто может сказать, что я очистил свое сердце, и что я стал чистым от своих грехов? Это понятно, что продолжение предыдущего пасука, и как бы достаточно понятно, что это связано с предстоящим ем Кипром очень сильно. Вначале, Мальби мы уже прочитали на этот пасук, поэтому я читаю, что говорит Гаон Мивильна на эту тему. Кто может сказать, что я очистил свое сердце? Потому что существует понятие сделать преступление против Митсвы не делай. Это человеку можно себя сохранить и сделать так, чтобы он не сделал ни одного нарушения за какое-то длительное время, может быть, даже за всю жизнь, без аддон, без мезиц, специальным образом. От этого человек может себя сохранить. Но то, что находится в сердце человека, это раз, и два, то, что связано с Митсвот делай, от этих Митсвот, как может кто-нибудь сказать, что я очистил свое сердце, и я чист от прегрешений? Здесь два момента. Очистил сердце раз, чист от прегрешений два. Я еще раз говорю, что Гаон считает, что этот пасук не говорит пока что, во всяком случае, не говорит относительно Митсвот не делай. Потому что относительно Митсвот не делай, человек, во всяком случае, часть людей могут сказать, что я не приступил ни одной авейры против Митсвы не делай. Но как только мы доходим до Митсвы делай, или доходим до лев, до сердца человека, до Каванот Митсвы, до его мыслей, то здесь дело обстоит несколько хуже. И здесь сказано три вещи. Первое. Наки копаем. Это предложение Наки копаем, чистый, своими руками. Это предложение говорит Нишламо о мэлах, а Давид о мэлах в Дгилем, в 24-м салме. Он говорит о понятии Никайон копаем, чистота рук. Это связано с Митсвот делай. С Митсвот не делай, извините. Человек не нарушает Митсвот делай. Бар мне бы, наверное, надо, вот здесь у меня есть, у меня уже ничего не надо для счастья почти. В 24-м салме, он у меня здесь без комментариев, но есть салом Кавдалат, Ладавид. Один момент. Кавдалат, да. Говорит салом Давиду, земля и все наполняющее ее, вселенная и все живет, что с ним. Всевышний на морях основал землю и на реках ее утвердил. Кто достоин зайти на горы Всевышнего и стать вместе с святом? Тот, у кого. Вот теперь то, что нам надо. Наки копаем, человек, у которого чистые руки, бар левав, у него чистое сердце, и который лон осал и шаф, и который ничего не сделал в холостую, просто так. В душе и не поклялся ложью. У него будет, он поднимет, получит броху от Всевышнего. Идздока, мелокей, еще. Идздока от Всевышнего, от Бога, который спасает. Зе дор достаточно. Вот этот вот Псалом говорит Гаон, что к нему относится то, что говорит сын Давида о Меллах, а именно Шлома о Меллах. И говорит, кто может сказать, что я свое сердце очистил, и кто может сказать, что я чист от прегрешений. Потому что относительно фразы Давида, что кто взойдет на горы Всевышнего, тот, который на ки копаем, тот, у которого чистые руки. То есть человек, который не приступил через Митцву Лотасе, человек, у которого чистое сердце, Бар-Люав, это человек, сердце которого чисто от любых гиргурим, от любых размышлений на самые разные темы. Имеется в виду нехорошие темы. Нехорошие темы имеются в виду темы сделать Авейру. Это одна тема. И вторая тема, это, например, человек, который начинает где-нибудь в середине Шмана Эсера мечтать на самые интересные темы, не связанные с Аверотой. Но не совсем вовремя. Или человек, который лон аса лышав навши, который не сделал так, что его душа пойдет лышав, пойдет в холостую, в пустую. То есть, что не пошли дни его жизни, дни его жизни не прошли лышав. Лышав, я не знаю, как лучше перевести, кроме как в холостую. В пустую? Зря, напрасно. Мне, честно говоря, в холостую больше нравится. В Элобе Тельми Митсвососе. И человек, который, то есть, о ком идет речь? Мы сказали про гиргурим, про мысли мы уже поговорили. Про Митсвот Лотасе мы тоже поговорили. Что это человек, у которого чистые руки. Кто такой человек, который не провел жизнь в пустую? Это человек, который лобит Тельми Митсвосе. Человек, который не аннулировал, не устранился от заповедей делой. И здесь сказано также, что эти три вещи. Мазре, Байна и Кольра. Это... Секунду. Если я найду, это сейчас. Один момент. Продолжение псалма Давида. Он говорит... Нет, не говорит. Не говорит. Момент. Это относится к предыдущему псалму, который говорил Шлома о Мелах. Предыдущему псалму, который говорил Шлома о Мелах. Когда Шлома говорит про восьмом пасуке, который мы сильно долго обсуждали. Царь, сидящий на престоле, рассеивает своими глазами всякое зло. О чем идет речь, что Всевышний рассеивает всякое зло? Объясняет Хагро. Хагро говорит, что всякое зло – это авирот, это преступление. Ми-йомр. Кто может сказать? Захите либи. Удостоилось мое сердце, очистилось мое сердце. Эта часть пасука говорит о человеке, который очистил себя от Ергурим-авирот, от мыслей про авэры. Что такое человек, который говорит тигарти ми хатаай? Кто тот человек, который говорит, я очистил себя от своих хатаай? Что такое хэт? Говорит Гаон, хэт – это хесарон, это недостаток, изъян, который внес в себя человек. И это митсвот асе, это заповеди делай. Потому что слово хэт, оно всегда показывает на италмуд милоассот. На то, что человек сделал вид, устранился и не сделал чего-то, какую-то миссу. В онихсараме это, тогда этой митсвы у него нету, ему не хватает этой митсвы. Как сказано, я часто привожу этот пример. Который Раша приводит, Гаон сейчас его приводит тоже. Когда Давид и Батшева, Батшева обращается к Давиду и говорит, что если заберут престол у Шламу Амеллаха, то не е они вебенха шлома хатаим. Буду я и сын твой шлома хатаим, мой сын шлома, извините, хатаим согрешившими. И Раша говорит, что значит согрешившими. Хэт это лошонхи сарон, это изъян. И здесь сказано, я очистил себя от хатаи. Потому что, что означает очистил себя? Что человек, который не сделал авейру, но не сделал митсву асе, не сделал митсву делай. Над этим человеком находится, к нему приходит тума, к нему приходит нечистота. Таким образом, я хочу лисакэм своими словами, что говорит нам Гаон, как он объясняет этот пасук. Пасук говорит, кто в состоянии сказать, что я очистил свое сердце, и кто в состоянии сказать, что я очистился от хатаим, от изъянов. Эти две части из трех, которые существуют. Существуют три части. Авейрот, которые есть. Авейрот, действие. Когда человек нарушил, Безадон, Бемезет, нарушил митсву лото асе, и это многие могут справиться с этим, не сделать этого. Многие, немногие, но с этим возможно справиться. Второй вид авейрот. Человек, который находится в Ергурим, Авейра, в размышлениях об авейрот, и с этим, кто может сказать, что он очистился, и у него никогда такого не было. И третий, человек, который не провел жизнь впустую, хотя бы какую-то часть своей жизни, и не, он очистил свое сердце от изъянов, от тумы, от нечистоты, которая приходит за счет того, что он не выполняет митсвот делой, устраняется от митсвот делой. Это называется битву ль-митсву асе. Вначале начнем с гагдары, с определения, что такое битву ль-митсву асе. Нарушение заповедя асе. Приведу несколько примеров, которые могут быть. Поскольку большая часть митсвот асе, оно относится только к мужчинам, у женщин они освобождены от большей части митсвот делой, связанных со временем, митсва не делой, связанное со временем, женщины и мужчины одинаково обязаны делать, но митсва асе, митсва делой, которая связана со временем, большая часть этих митсвот отсутствует у женщины, присутствует у мужчин. Поэтому с этого начнем. Значит, возьмем какую-то митсву, связанную со временем. Например, митсва чтения шма. Человек, который проспал время чтения шма, он лег в 2 часа ночи, в 3 часа утра, не знаю, и в результате в 7 утра он не встал, когда оканчивается митсва чтения шма, и пропустил время чтения шма. Это авейра, которая называется авейра альбитуль митсву асе. Авейра, когда он бетель устранил, аннулировал, не выполнил митсву асе. Это один пример. Другой пример, который можно привести. Человек не надел твилин. Но это примеры, которые большая часть людей справляется с тем, чтобы не нарушать эти митсву асе, людей, соблюдающих заповедей. И тем не менее, начнем с них. Третий пример, который может быть. Человек не надевал цицит, четырехугольная одежда. Она обязана, чтобы на всех четырех углах были завязаны цицит. Человек нарушил бетель митсва асе цицит. Значит, здесь есть один важный иньян, человек, который не надел четырехугольной одежды, он не бетель, тем самым митсву асе цицит. Но человек, который одел четырехугольную одежду без цицит, вот он нарушает митсву асе цицит. Он делает бетуль митсву асе. Поэтому, в принципе, можно не выполнить митсву, но при этом не нарушить ничего. Такое возможно. За нарушение бетуль митсву асе, в принципе, нет наказания со стороны Творца. Человек, бетель митсву асе, его не наказывают. За исключением определенных вещей. Когда бейздин шельмата, нижний бейздин, суд человеческий, должен наказать человека за то, что он отказывается делать митсву асе. Мы знаем, что за нарушение митсву лоте асе, за нарушение митсву не делай. Например, человек съедает кусок некошерного мяса. Я сейчас говорю только про мези, только про специальные нарушения. Человек, который специально нарушает то, что он съедает некошерное мясо, наказание за это, если его предупреждали, не делая этого, он продолжает делать, есть два свидетеля, свидетели и предупреждения, и авейры, то он наказывается 39 ударами определенного строения плетки по разным частям тела. Это наказание, которое он получает. За митсву асе, которое человек отказывается делать, есть наказание, которое, с одной стороны, вроде бы как это более легкая митсва, с другой стороны, наказание за нее более тяжелое. Его бьют, плеточкой той же самой, до того, пока он не скажет руце, я не хочу сделать митсву. Например, мы накануне сукота, человек говорит, я не буду строить сука, у него есть возможность построить суку, выполнять митсву суки. Он говорит, я не буду строить суку, я буду спокойно спать и кушать у себя дома, его бьют до тех пор, пока он не скажет, я хочу кушать и спать в суке. До этого времени его бьют 100 раз, 200 раз, пока он не захочет резко выполнить эту митсву. Если он не хочет, его продолжают бить до того момента, пока его душа не переходит в другой мир. С другой стороны, башамай на небесах, за большую часть митсвот асе, которые человек не выполняет, ну, оставим наказание за митсвот, который он хаяп выполнить и не выполняет, возьмем за то, что человек не надевает четырехугольную одежду и, соответственно, не надевает суцит, у него нету наказания башамаям, но написано, что баша от ритха маскирим лоэдзе, то есть во время, когда Всевышний на него гневается, ему это каким-то образом вспоминается. Раша в геморе объясняет, что в Минухас есть эта гемора, Раша в геморе Минухас объясняет, что баша от ритха ему это маскирим, имеется в виду, что когда Всевышний гневается на мир, то в этот момент, в момент гнева Всевышний на этого человека выливает дополнительное какое-то ажпо гнева по поводу того, что он не стал, не привел себя в состояние, когда он был обязан выполнить митсвот. В других местах я видел, что приводится объяснение, сейчас не помню точно, где оно приводится, по-моему, Гагров Мишли где-то и приводит, но я точно не помню, что человека наказывают во время, когда он нарушил какую-то митсву лотаса, и после этого, когда он попадает в гейном, то в этот момент в гейноме за то, что он не надел четырехугольную одежду и не привел себя к обязанности выполнить митсву цицит, ему немножечко добавляют в гейноме температуру, чтобы было поприятнее, так вот. Ему добавляют эту температуру, и это то, что называется баша от ритхама анишимато. Во время, когда Всевышний гневается, то в это время появляется вот такое вот дополнительное наказание. Но за митсвот ассе, который человек был обязан сделать, и бетель, эти митсвот, то есть человек, Хагро это Макдирит определяет здесь, что это то, о чем говорит Давид Амеллах в Салме номер 24, я зачитывал, что человек на са лэшав на вши, человек нес свою душу в пустую, в холостую, бессмысленно. То есть за бессмысленное времяпрепровождение, когда он мог делать митсвот ассе и должен был их делать, и в это время он тратил время в пустую, то за это время, за это есть некое наказание со стороны человека и со стороны Всевышнего. И это то, о чем спрашивает сейчас Шлома Амеллах. Кто тот человек, который может сказать, что я тигар тимихатай, что я очистился от своих недостатков, от своих изъянов, имеется в виду, очистился от пустого времяпрепровождения, когда я не делал митсвот ассе. Это сделать достаточно тяжело. Рассказывает, думаю, что, как всегда, все хасидские майсы являются выдумкой, но рассказывает такую хасидскую майсу про Гаон Мивильна, что он делал перед Йом-Кипром Хижбон Нефиш, это, скорее всего, не выдумка. Но что он именно там считал, думаю, что никто кроме него не знал, поэтому рассказы выглядят неправдоподобными, но тем не менее, что он сделал Хижбон Нефиш сколько за минувший год времени он бетель-тара и делал шуву по поводу двух или трех минут, которые не учился в течение года. Не знаю, была ли эта история, была ли эта история на самом деле. Во всяком случае, если и была, то очень трудно, чтобы кто-то знал, поскольку Гаон понятно, что если бы делал это Хижбон Нефиш, то он бы делал его втихаря, не бы в Аргесе, не так, чтобы все об этом знали, но тем не менее. Есть ли такой человек, который может посчитать все секунды, минуты, которые он потратил не на изучение Торы, не на то, чтобы выполнять какую-то митсу, а просто для того, чтобы провести хорошо времяпрепровождения таким образом, этот человек, таких людей нету, поэтому кто может сказать, что я тигарти михетаай, кто может сказать, что я очистился от всех грехов. Нету, я имею в виду, среди знакомых мне и вам людей, вряд ли вы найдете таких людей. Может быть, в каких-то других слоях общества и в другие времена подобные люди были, и тем не менее, Шла Муамелли задает вопрос, кто такой человек. Явно, что он тоже с такими людьми не встретился. Понятно, что здесь есть какие-то границы и точно указать эти границы никак невозможно. Что такое Битуль Тойра, где кончается Битуль Тойра, когда человек мивотель аннулирует время, которое он может посвятить занятиям Торы, каким-то митсвод. Естественно, что если человек работает и зарабатывает деньги для того, чтобы кормить себя и свою семью, если это действительно необходимо, то ничего общего с Битуль митсвод Асе здесь нет. Но если человек проводит достаточное количество времени, которое мог бы посвятить митсвод, а он вместо этого посвящает чему-то другому, то о нем говорит Шла Муамеллах, что этот человек, кто может сказать, что очистился от всех своих грехов. И Гагро приводит раю доказательства из этого посука, что мы видим здесь достаточно интересную вещь, что человек, не сделавший митсву, которую он мог сделать, этот человек затумил, ввел в нечистоту свою душу. Поэтому тагарти митумати, я очистил себя от тумы, машем, что если он не очистил, отсюда следует, то он остается в состоянии тумы, и тума бывает за ту митсву, которую я мог сделать и не сделал. К мужчинам это относится ко всем митсвот, асэ, которые существуют, связанные и не связанные со временем, к женщине это относится только за те митсвот, которые не связаны со временем, или за те митсвот, которые связаны со временем, но женщина тоже обязана делать, как, например, за митсвот гмелут хасадим, оказание добра, которое должны делать вне зависимости от времени, и, соответственно, когда кто-то мог сделать какой-то Гмелут Хасадим, который он обязан был делать, имеется в виду, и не сделал, то он затумил, внес туму в себя, в свою душу, в свое тело и так далее. Теперь законы о том, когда человек Хаяб был Гмелут Хасадим, когда нет, я, понятно, что не могу в Мизгерите урок по Мишле вести, но есть очень много ситуаций, когда мы обязаны оказать добро кому-то другому, они оказывают, либо потому что нам лень, либо потому что Руа-Нефиш, не очень хорошая душа у нас, и, соответственно, тем самым мы вводим себя в состояние тумы, и перед Гемкипором, перед тем судом, о котором говорил прошлый пасук, мы должны постараться каким-то образом очищать свою душу от всех этих оверот, и кто может сказать, что он уже очистил ее. Это вторая часть пасука. Первая часть пасука – это гергурим, мысли. Я очистил свое сердце. Мы видим, что у человека есть аверот, связанные, тума, нечистота. Здесь, правда, не написано слово митомати. Здесь написано просто «Захити от леби, я сделал захе чистым, достойным свое сердце». То есть для того, чтобы получить награду, человеку нужно, чтобы у него не было посторонних гергурим, гергурим мыслей, которые являются гергурея вейра. Здесь не написано, и Гаон не утверждает, что у человека, у которого есть гергурим, он вносит в себя туму. И есть известная гемора, что за исключением нескольких аверот человека не наказывают за мысли. Человек, который замыслил сделать аверы, но не сделал, он не получает наказания со стороны Всевышнего. Кроме аверы, которая называется «Авойда Зойра» – поклонение идолам. За остальные аверот гергурим нет наказания за эти аверот. Но наказания нет, но для того, чтобы получить награду, недостаточно, чтобы не было наказания. Это необходимое, но недостаточное условие. Поэтому для того, чтобы получить награду от слова «заха» в данном случае, мы видим, что на русском это переводится одинаково, а на иврите это два совершенно разных слова. Есть слово «тигарти» и слово «захити». Слово «тигарти» – оно относится «я очистил себя от тумы». Слово «захити» – он относится к сердцу, к мыслям. Так вот, «захити» происходит от слова «схут». «Схут» – это получение награды, удостоится. Кто может сказать, что моё сердце, оно в том состоянии, что я её очистил настолько, что она достойна получения награды. То есть отсутствие гергурим, оно может привести, если есть ещё что-то позитивное, то оно может привести к получению «скута» со стороны Всевышнего, что Всевышний это записывает в заслуги. В тот момент, когда… То есть если у меня нет мысли об Авере, то за это, в принципе, человек может получить уже какую-то награду. Но если есть мысли об Авере, то о награде не за чем говорить, хотя наказание само по себе, если это не Авера, а Авера, а Дезори, тоже не будет. Вот это, в общем, шат объяснения Пасука, так, как его нам дал Гаон Мивильна. Перед Йом-Кипром есть Минхак. В Мишне-Бруэле написано, что Минхак есть и у мужчин, и у женщин, что все, включая неженатых, незамуженных женщин тоже, независимо от своего состояния, идут в Микву и окунаются в Микву. Перед Эрефьем Киппур есть Минхак, чтобы все окунались в Микву. Я не очень точно знаю, какой Минхак у женщин, думаю, что так вот, я примерно представляю, что большая часть женщин сегодня не окунается в Микву перед Йом-Кипром, но в мужской Микве творится что-то невообразимое, то есть все еще несколько человек приходят. И Минхак, окунаться в Микву перед Йом-Кипром, это связано с понятием литагер себя, очистить себя. Мы видим, что для того, чтобы получить награду со стороны Всевышнего, а понятно, что День Йом-Кипра связан с Рахом, имбэдин, милосердием, который есть в суде, есть иньян, окунание в Микву. Слово Миква происходит от слова Кав. Кав – это кивун, тиква, направление, надежда. И окунание в Микву, которое мы делаем, здесь надо увидеть одну такую вот накуду. Не знаю, можно ли даже о ней говорить, но, наверное, можно все-таки. Тора, его лельмот, они царих. Существует такая вещь, что люди иногда отчаиваются от понятия шува. Потому что полностью локзорбить шува, полностью сделать шуву, это вещь, которая невероятно трудная. И когда мы говорим видуй, как это назвать, видуй по-русски, не хочу я этого слова потребить, какое-нибудь другое, когда мы перечисляем свои грехи против Всевышнего спасения за то, что мы сделали в предыдущий год, и мы говорим, что я сделал такую-то и такую-то авэру, то в понятие шува входит несколько обязательных вещей. Первая вещь это расстроиться по поводу того, что я сделал эту авэру. Вторая вещь это принять, что в будущем я не повторяю. Вторая вещь это произнести словами, что я прошу прощения за эту авэру. И третья это принять на будущее, что я не возвращаюсь к этой авэре. И понятно, что очень трудно принять на будущее некоторые вещи, когда я прекрасно понимаю, что в будущем я вероятность того, что я к ней не вернусь очень маленькая. Но человек, который сейчас твердо решает, что он больше не сделает эту авэру, если потом что-то случится и он не выдержит, то тем не менее это называется шува. Но если он твердо знает, что он не выдержит, он уже сейчас планирует не выдержать, то это называется «товэль вэшэрец бээдо». Человек, который окунается в микву, чтобы очиститься и держит в руке шерец, насекомое, которое делает его нечистым. Никакого смысла в окунании понятно, что нету, потому что выныривая, он уже становится тамэ. То есть он вообще не очищается даже в момент, когда он находится под водой, потому что он в руке держит ту туму, ту нечистоту, которая есть. Поэтому человек, который говорит виду и планирует продолжать эверот, об этом мы не говорим, это не в счет. Но мы, многие из нас во всяком случае, пережили не один Йом-Кипр уже в своей жизни и знаем, что мы искренне раскаивались каких-то эверот, а потом, через какое-то время, они почему-то сами по себе возвращались. И вот непонятно, как можно, на что можно рассчитывать, где-то шува. Ответ на этот вопрос миква. Миква от слова тиква, от слова кивун, от слова кав, направление. Мы направляемся, мы меняем себя, мы направляемся в сторону улучшения. В тот момент, когда мы начинаем какие-то шаги в эту сторону, то Акодыш-Барагу погружает нас в эту микву, понятно, что нам надо самим погрузиться, но есть еще миква, которая называется Акодыш-Барагу, и он поднимает нас на другой уровень и очищает нас. Мы при этом этого очищения можем не почувствовать. Не можем, а не почувствуем на 100%. Но при этом нам дается дополнительный какой-то источник Гашпоа Всевышнего, который поднимает нас на другой уровень и дает нам тикву, надежду, что мы очищаемся. Это то, о чем сказано, что Акодыш-Барагу Всевышний это миква Шелесроя, это миква народа Израиля, он нас очищает от той авейры, которую мы сделали. Поэтому в тот момент, когда мы говорим, кто может сказать в захите Либи, Шлома Амеллах призывает нас к этому не для того, чтобы мы находились в состоянии Еушев, в состоянии отчаяния и говорили, что как я могу никогда ничего, никакой авейры не подумать и как я могу сделать все Митсуо Тасе. Нет, Шлома Амеллах призывает нас для того, чтобы мы делали хижбон, расчет и думали, хижбон, нефиш, думали, какие авиароты я сделал и что я могу улучшить. Главная задача это устроить кивун, направление улучшения своего состояния. И тогда Акодыш Барагу Митагер Этам Исраэль очищает Этам Исраэль и очищает настолько, насколько вообще очень трудно даже себе представить, насколько это очищение может произойти. поскольку мы находимся в преддверии Йомкипора, то я хочу несколько слов посвятить уже понятию самого Йомкипора день, который является копорой, день, который является искуплением. Я не буду сейчас долго на эту тему говорить, но примерно 5 минут я себе позволю на эту тему уделить. По-моему, я говорил, когда давал уроки про праздники, то, по-моему, я здесь, в Мисс Геррете, на онлайн Шурим, говорил о том, что Йомкипор это день, который находится выше, Алла Мазе. Это день, который поднимается над уровнем этого мира, и он является некой ступенькой, соединяющей наш мир с миром грядущим. Это соединение, которое он как бы вышел за пределы понятия времени, Йомкипор, и за пределы знаете, я сделаю иначе, я пойду немножко по другому пути. Нафиш Гахаим объясняет, каким образом работает Шуа, раскаяние. Человек, который раскаивается в том, что он сделал какую-то авейру, обещается, что Всевышний убирает эту авейру и прощает ее. И это вещь, которая очень трудно понимаема, поскольку есть какое-то действие, которое я уже сделал, если я сделал это действие, то каким образом мое раскаяние может убрать результат этого действия. Грубо, пример, самый простой. Человек берет и убивает другого человека, потом он раскаивается в этом. Он даже может пойти к нему на могилу с миньяном и попросить прощения. Человек не оживет, результат никуда не девается. Любая авейра, которую мы делаем, она оставляет след, она оставляет результат в этом мире. И если убитого человека мы видим, то непрочитанное шма мы не видим. Но это просто потому, что у нас очень сильная близорукость и нету подходящих очков. Но реально результат один и тот же. Я не вижу результаты авейры, но он есть. От того, что я ее не вижу, ничего не меняется. Есть люди, с которыми может, незнакомы, я надеюсь, но есть люди, которые не видят результаты убийства точно так же, как мы не видим результаты непрочитанного шма или съеденного некошерного куска и так далее. Но в результате он есть. Поэтому каким образом то, что я раскаиваюсь и говорю, я больше не буду и бью себя в грудь таким образом, чтобы немножко трещали ребра, каким образом это может помочь исправить то, что уже сделано? Вопрос на поверхности, вопрос понятный. Ответ на этот вопрос приводится в книге Нефишка Хаймра, в Хайм Воложене, который говорит, что главное, что делает Авейра, главное, что происходит из-за того, что человек совершил какое-то преступление, это то, что результатом этого преступления является то, что его душа, его Нефиш, она принимает вот эту туму, эту нечистоту. И эта нечистота, тума, она делает некий тум. Тума и атум, это одно и то же слово, одни и те же буквы. Атум, это закупоривает, закупарка какая-то, я не знаю, как это лучше перевести. Таким образом, когда человек делает Авейра, он закупоривает свою связь со Всевышним, он разрушает эту связь. Одно из самых больших видов разрушения этой связи, это Авейра, за которое есть наказание карет. Карет переводится как отрезание души, есть кареты нескольких видов, я сейчас говорю про тот карет, который отрезает душу человека. Что значит отрезание души? Это значит, что Всевышний убирает свою связь с этой душой. Эта душа не связана со Всевышним. Что делает Шува? Объясняет Нефиш Гахаим, что у человека есть пять уровней души, верхние два мы вообще трогать не будем. Нижние два уровня души это Нефиш и Руах. Нефиш это уровень души, который связан с тем, что то, что отвечает за человеческую жизнь, связан с тем, что человеческое тело двигается, существует, дышит, переваривает продукты и так далее благодаря своей связи со Всевышним, которая находится на уровне Нефиш. Второй, более высокий уровень, это то, что отвечает за дебур, за исполнение мецвод делы, за изучение Тора, который называется Руах. И есть третий уровень, третий уровень, который называется Нашама. Вот этот уровень Нашама, он находится настолько близко ко Всевышнему, настолько приближен к Творцу, я не говорю про следующие два уровня, о них можно говорить, можно не говорить, но они не у всех людей находятся в кинетическом состоянии. У большинства людей они находятся в состоянии потенциальном. У Давида Мелоха было развито, Хая, у других людей не очень, у Машеха будет даже Ехида, еще более высокий уровень. Но это не то, что нас сейчас должно интересовать. Состояние Нашама, вот этот уровень души, который называется Нашама, есть у каждого еврея. До Нашамы не доходит практически ни одна Авера, которую мы можем сделать. Эта Авера может затумить, испортить нам Нефиш, еще более серьезная Авера, портит нам Руох. Те Аверот, которые портят состояние души на уровне Руох, то эти Аверот приводят к тому, что человек доходит до состояния Карета, поскольку связь между Руохом и Акодаш-Бургу исчезает. Но связь между Акодаш-Бургу и Нашама, она исчезнуть до конца не может. Есть некоторые Аверот, которые достигают Нашамы, но о них я поговорю чуть позже, их почти нет. Аверот, которые доходят до состояния Руох, этих Аверот очень много. Есть 35 Каретов, перечисленных в Торе. Но в тот момент, когда человек даже заслуживает Карет, отрезания души, если он делает Шуву, то что делает Шува? Шува пробуждает, доходит до уровня Нашама, и эта Нашама спускается, соединяется с Руох, дает ему дополнительную силу, поскольку она сама никогда не затумлена, она не всегда находится в состоянии Тагары, то она может дать Руоху посредством Шува, которое делает человек, она может дать Руоху дополнительные силы, которые приводят к тому, что он соединяется с этой Нашамой на очень высоком уровне, и это соединение приводит к Тагаре. Таким образом, Нашама является как бы миквой, в которой окунается Руох и Нефиш, и тогда та Тума, которая у них была, она становится Тагара, она выходит на другой уровень. Корень Йом Кипара это атрибут Рахамим, милосердия Всевышнего. Слово Рахамим это Динба Рахамим, суд, который находится в атрибуте милосердия. Большая часть людей воспринимает суд в атрибуте милосердия, что Всевышний просто не обращает внимания на наш Аверот. Это глубоко неверный подход. Всевышний нас судит за те Аверот, которые сделаны. Но обычный суд за Аверо, который сделан, это суд человеку Кашер Гушам, там, где он сейчас находится, за те Аверот, которые сделаны, и за те Митсвод, которые сделаны. Суд, атрибуты милосердия, это суд, который включает в себя Рахамим, Рехем. Рехем это понятие, которое связано с будущим. Рехем это матка, то место, где сейчас ничего нету, завтра оттуда рождается жизнь, завтра там что-то появляется. Рехем, прочитанный слева направо, это слово Махар. Поэтому есть суд, который учитывает все будущее, которое должно произойти из этого человека. Будущее делится на две части. Есть ближайшее будущее, это будущее, которое связано с тем, что происходит в мире внутри этих нескольких тысяч лет, когда мир существует. И это первая часть будущего, которое то есть, сейчас, секунду, я должен ответить на вопрос, потому что я сейчас собьюсь. Вы сказали, что Рох отвечает за совершение Митсвот-дела, а за Митсвот-Лоте-Асе. В основном за Митсвот-Лоте-Асе отвечает Нефиш. Но это не так принципиально, мне сейчас не надо разбирать Митсвот, и вам это не надо, нам нужно общую картину, это значительно более важно увидеть. Так вот, есть будущее, которое связано с через 10, через 20 лет, и это будущее, которое учитывает Всевышний, когда человек делает шву. Он раскаивается и принимает на себя то, что больше этого не будет продолжаться. И Акодыш Борову судит его в Емкипор с учетом того, что произойдет с ним в будущем, и учитывает его, его детей, его поступки, и то, что вытекает из его поступков. Я не знаю, учеников, учениц, книги, которые он написал, если это Талмитхохам, Цдоху, на которой было построено синагога, если это большой гвир, и так далее, и так далее. То есть, это суд с учетом будущего, которое рождается из этого человека. Но есть еще более будущее. Будущее, которое связано с тем, что есть конечная цель этого мира. конечная цель, которая называется Алла-Маба, грядущий мир. Весь этот мир создан таким образом Всевышним, что он когда-то должен закончиться и достигнуть состояния того, что по-русски называется мир грядущий, на иврите Алла-Маба. И вот эта цель принятия Алла-Маба, получения прихода к Алла-Маба, это цель творения Алла-Мазе, цель творения этого мира. И Гакодыш Барагу учитывает то, что эта цель будет достигнута независимо ни от чего. Это атрибут высшего милосердия Всевышнего. У него есть определенные имена Бакабола, но нам это не так важно сейчас. Я назову Атика Кадиша, Орахапин, есть разные названия, которые связаны с высшим милосердием. И бывает такая ситуация, что несмотря на то, что сегодня наше поведение не заслуживает нормального приговора суда, а заслуживает того, чего оно заслуживает, тем не менее Всевышний включает этот высший атрибут милосердия ради конечной цели. И это как бы такой сот тайна понятия Йомкипора и Акодишбрагу собирает все, что сделано человеком, все, что сделано этим миром, собирает его, приводит его наверх в состояние в те сферы от Всевышнего, докуда не доходит Авеира, там его полностью очищает и спускается вниз уже человек в состоянии полного очищения. Есть мнение в Геморе, оно относится только ко времени существования Бейт-Мигдаша, но есть мнение в Геморе, мнение Рэйби, что во время, когда существовал Бейт-Мигдаш, то Йомкипор прощал часть Аверот даже без шуа. Человек делал Авеира, продолжал делать Авеира, и эта Авеира полностью снималась, полностью убиралась. Сегодня, по всем мнениям, Йомкипор не прощает без шуы, поскольку у нас нету Бейт-Мигдаша, но само понимание того, что есть мнение, что Йомкипор поднимает, каким образом это идет прощение, он поднимается на ту человек, его Аверот, его состояние, состояние всего мира, поднимается на тот уровень, куда не доходит понятие Авеира. На тот уровень, который должен привести ради будущего, должен привести нас в состояние Аоламаба, в состояние грядущего мира. И это атрибут Рахамим Всевышнего, Рахамим ради того Махар, ради того завтра, который называется Аламаба, который называется грядущий мир. Мы паским Лагалоха, что этот атрибут Рахамим относится только к тому человеку, который ввел себя внутрь вот этого Махалаха, внутрь этого пути, который называется атрибут милосердия, называется Йомкипор. Поэтому человек, который пытается Литагер себя, у него есть кивун направления, Он входит в микву, которая называется Йом-Кипр, то его Йом-Кипр прощает, его Йом-Кипр приводит в состояние копоры. Но для этого человеку нужно войти в понятие Йом-Кипур. Войти можно только через чугу, только через раскаяние. Сегодня другого способа нет. Есть разные уровни раскаяния, разные варианты, но Шлома Амеллах сейчас нам говорит в Мишле, кто может сказать, что я очистился от всех своих грехов, кто может сказать, что у меня полностью очищено мое сердце. Шлома Амеллах обращается сейчас к человеку, который знает про себя, что у него нет ни одной Аверлотасы. Он не нарушил за какое-то время или ни разу в жизни, не нарушил ни одну заповедь «не делай». Но даже этому человеку нужно очищение, для этого ему нужен Йом-Кипр, для этого ему нужно Авойдас, Хижбон-Нефиш, расчет, Чува, для того, чтобы очиститься от тех Мьир-Гурим мыслей и от тех Битуль-Митс-Васе, без которого не может обойтись практически ни один человек. Это пшат этого пасуха. Теперь я хочу сказать еще одну накуду, которая мне кажется важной перед Йом-Кипуром. Я, конечно, взял больше, чем пять минут, но так происходит в жизни. Еще одну накуду, связанную с Йом-Кипуром. Когда-то, много лет назад, для меня это было большим хидушем по глупости, собственно. Это очевидная вещь. И, тем не менее, она может относиться ко многим из нас, в общем, наверное, ко всем из нас. Когда мы делаем Чуву, мы делаем раскаяние, то я знаю таких людей, очень многих, которые говорили, что виду, который они говорят, и раскаяние, которое они делают, это люди, которые пытались служить Всевышнему. То есть, они готовились к Йом-Кипуру, не просто входили так, вот придет Йом-Кипур и все. Они пытались сделать Хижбон-Нефиш и рассчитать, какие авироты они сделали. Но в их расчет не входили авироты, которые были сделаны до того, как мы узнали, что есть понятие Тора и есть понятие Митсуот. Потому что до этого авирот, который мы сделали, мы были анусим. Мы были вынуждены делать авирот. Я понятия не имел, что есть шаббат, понятия не имел, что есть кашрут. Реально никогда в жизни об этом не слышал. Если слышал слово суббота, что евреи чего-то делают в субботу, то не то, чтобы не знал наизусть всех 39 видов работ на еврите, но не знал, что вообще что-то есть на эту тему. Примерно на таком уровне. И вот человек, который потом узнает и делает шуву, вопрос, он должен или не должен делать шуву за всю свою жизнь, которая была до начала соблюдения Митсуот. Для некоторых это бармитсвы 5 лет, для некоторых это 20 лет, для некоторых это 50 лет после бармитсвы. Люди делают шуву в самом разнообразном возрасте. Нужно ли им раскаиваться, говорить виду и принимать на будущее относительно тех аверот, которые были сделаны до начала соблюдения Митсуот, пока я не знал о том, что есть понятие Митсуо и понятие Авера. И тем более понятие Гирвы Равейра. Должен ли я об этом думать или нет? Думать, раскаиваться, говорить шуву, шуву делать бы кисуру. Должен или нет? Равль-Ягудеслер, комментируя виду Йом-Кипура, где есть такой нусах виду Аль-Хет, Авера, за Хет, за изъян, за Аверу, который мы сделали, он комментирует одну из строчек. Аль-Хет, Шахатан, Алифанейха, за грех, который мы согрешили перед тобой, Боонас и Бороцан. Специально или случайно? Случайно, Боонас это насильно или Бороцан. Вынужденно или по желанию? Говорит Равдеслер, что есть Аверот, который нам казалось, что мы анусим, мы сделали себя, как будто нас вынудили, а на самом деле мы вполне могли избежать этого Авера. Это одна из скованод, о которой мы должны говорить в этом Аль-Хет. И вторая, это то, что действительно был ОНС, я действительно не виноват, абсолютно не виноват в этой Авере, и тем не менее, я должен раскаяться в Йом-Кипр и должен сказать, что я прошу прощения за те Аверот, которые сделаны, и принимаю на будущее, что я не буду делать этих Аверот. Я тогда, когда первый раз прочитал этого Равдеслера, это было уже очень давно, я не помню когда, я подошел к Рош-Ешиве, Рав-Кугелю, Рав-Лезер Кугелю и Шиву Шутами, и сказал, что вот такой вот некоторый хедуш Равдеслера для меня, что я должен говорить виду и раскаиваться за те Аверот, которые я сделал не весь когда, и как бы вот я не знал, совсем не виноват, как можно чувствовать, нужно лить хорет, нужно расстраиваться по поводу этих Аверот, чувствовать, что ты сделал Аверу. Не чувствую я ничего, потому как вот не знал я, что это Аверы. Как можно за незнание раскаиваться? На что он мне ответил, что это Мишна, прямо Мишна в трактате Шаббат, что Тинокши Нижба, ребенок, который был украден и вырос среди неевреев, не знал, что есть Шаббат в Торе, и нарушал много-много Шаббатов, стал взрослым, узнал о Шаббатах и делает Шуу, он должен принести жертвоприношение за все Шаббаты, одно жертвоприношение, за все Шаббаты, которые он нарушал, не зная, что есть Шаббат. Но он должен принести жертвоприношение, жертвоприношение без шува, без видуя никак невозможно. Поэтому есть прямо Мишна, Мифурэшет, Гемора, скажем, Мифурэшет, которая говорит о том, что мы с вами должны говорить виду и раскаиваться за те Аверрод, которые мы сделали до того, как Хазар Macht Show'a. Теперь, то, что я хочу сейчас подчеркнуть одну на куду, и мы пойдем к следующему пасуку. Как можно Лид Харет раскаиваться, переживать по поводу Аверот, который мы сделали, когда мы не знали, что это Авера? Ответ на этот вопрос достаточно простой. Человек рождается и имеет определенную связь с Гакодыш-Бруху, со Всевышним. В тот момент, когда он делает Митсвот, он усиливает и увеличивает эту связь в геометрической прогрессии. Когда он делает Аверот, он отсекает себя от этой связи. Аверот, который я сделал Беонес вынужденным образом, тем не менее уменьшили связь меня с Творцом. Поэтому, когда человек Митхарет, когда он расстраивается по поводу Аверот, он должен расстроиться по поводу того, что он ухудшил свою связь с Создателем. Он уменьшил ее. И сейчас, когда он Митхарет говорит виду, он возвращает ее на круги своя, возвращает ее в то состояние, которое было изначально до этой Аверы. А расстраиваться по поводу того, что мы отдалены от Творца, это, мне кажется, не очень сложная работа. Это можно понять, о чем идет речь. Это одна из знакудот, которые здесь есть. Поэтому, когда человек нарушает Митху Асе тем, что он не делает Митху Асе. Говорит Шлома Меллах, кто может сказать, что я очистился от этой Тумы? Имеется в виду, Тума – это удаление от Всевышнего, которое произошло из-за того, что я не выполнил какие-то Митху Асе. И теперь мы можем понять, что человек, который в возрасте, возьмем какой-нибудь пример простой, 30 лет делает Шуву. Мужчина, мне проще говорить о мужчинах, чем о женщинах. Мужчина в 30 лет делает Митху Асе. Он должен на каком-то этапе своей жизни сказать, я сделал Шуву, я начал соблюдать Митху Асу. Но от 13 до 30, то есть это энное количество лет примерно, посчитайте на компьютере, когда у вас будет, он не читал Шума каждый день. И я беру специально одну Аверу, чтобы не усложнять нам жизнь. Он пропустил определенное количество Митху Асе чтения Шума, и тем самым, несмотря на то, что он анус на 100%, на 100% он не виноват в этом, никакого наказания за это он не получит. Но Тума в него вошла за все те Шума, которые он не прочитал. Я не говорю про все Аверот, которые он сделал. Спрашивают Шлома Амеллах, кто может сказать, что я тагор очистил себя от всех тумот, которые я в себя впустил, когда я не выполнял какие-то Митху Атасы. Про раздумья, которые есть у человека и первомыслия, мы говорить не будем. Следующий пасук, это какой? Десятый, да? Следующий пасук говорит. Душа нечестивого, алчит, у меня написано, зла, не найдет милости в глазах его, ближние его. Попробуем это на человеческом языке. Подождите, я не то прочитал, у меня перевернута страница, извините. Я перешел к другой голове по ошибке. Нет, не перешел, а где тогда? Вот. Двоякие гири, двоякие меры, мерзость перед Всевышним. Камень и камень, два вида камней для взвешивания. Эйфа и эйфа, это две мира сыпучих тел, они оба являются мерзостью в глазах Творца. Говорит Шлома Гмальбим. Здесь нарисована нам картинка, которая является злом, потому что она открытая, а не зло, которое спрятано. Также есть у создателя, так же как у человека есть два вида камней, у создателя есть, не-не-не, слиха. Также есть у покупателя два вида камней для того, чтобы считать деньги. Для больших взвешиваний и для маленьких взвешиваний. И есть у продавца два вида измерительных приборов для сыпучих тел. Чтобы измерять пирот, какие-то фрукты, которые он продает. Если он их продает маленькими размерами, маленькими, ну я не знаю как, маленькими мерами, то ему платят деньги, и деньги меряются маленькими мерами. Также тут ты можешь сказать, что удостоилось сердце мое, после того, как он мне воздаст, соответствуя с моей праведностью. То есть, говорит Гмальбим, что я не очень точно представляю, как работал рынок во времена Шлома Меллаха, сегодня тоже не очень. Но существует два вида покупок, оптовая цена и розничная цена. И для оптовой цены и розничной цены подходят два вида измерительных приборов. Потому что погрешность при огромной покупке, на нее смотрят меньше, чем при маленькой покупке. Если человек ошибся на полкило, когда он покупает килограмм, это одно. Когда он покупает тонну, ошибается на полкило, это совсем другое. Поэтому существуют для разных весов разные способы измерения денег. Это то, что происходит в торговле. То же самое говорит Шлома Меллах, согласно Гмальбиму. Может сказать человек, который пришел на суд перед Всевышним и говорит, что сердце мое, таки да, я захития. Ты, Шлома Меллах, говоришь, что кто может сказать, что я очистил и достоил свое сердце, я могу сказать, я удостоил. Почему? Потому что Всевышний судит в соответствии с праведностью человека. И, соответственно, с одним человеком у него измерительный прибор будет много точнее, чем с другим. Я, который вот тут, где я нахожусь, чего уж мне там чуть-чуть что-то хорошее сделал и достаточно. И сердце уже чистое. Окей. Тем не менее, не может он сказать, я очистился от открытых оверот. То есть, да, может такое произойти, что к определенным людям Всевышний не придет с претензиями по поводу их мыслей. Потому что тогда уже совсем кранты. И Всевышний понимает, что кого-то надо рассматривать его мысли, а кого-то хорошо, если с действием все хорошо. Но человек не может сказать, что мои действия, мои открытые вещи, про них так сказать нельзя. Потому что мерзость для Всевышнего обе эти вещи. То есть, несмотря на то, что они стоят в лоумадзе, одно напротив другого, то есть прибор для взвешивания денег сравнивается с прибором для измерения количества зерна, тем не менее, Тора говорит, что человек не должен хранить в кармане два камня. И никакой гацдаки, никакой оправданности в этом не будет. То есть, человек может прийти и сказать, что для того, чтобы для такого, как я, нужен другой измерительный прибор, как для Вильнюсского Гаона, например. И, тем не менее, говорить об этом, это звучит логично и правильно, но тем не менее, так же, как у человека не должно быть двух измерительных приборов, так же у Всевышнего не должно быть двух измерительных приборов. Прибор, говорит Мальбим, будет один и тот же. Вот, это Пшат по Мальбиму. По Гаону, Гаон немножко входит в другую сугью и говорит, есть два видов гирек, камней. Один для себя у человека, а другой для того, чтобы продавать кому-то другому. Когда он для себя взвешивает, он взвешивает на одном, когда для другого на другом. И два прибора для измерения сыпучих тел, это, когда такое существует, это мерзость, обе эти вещи являются мерзостью перед Всевышним. Имеется в виду, что когда человек должен пойти по своему пути, то он должен идти по пути направления себя к службе Всевышнему медленно, спокойно, ступенька за ступенькой. И если он перепрыгивает и переходит на более высокую ступень, чем та, которая ему действительно к нему относится, то результатом он падает и начинает идти по новому пути. И это мерзость перед глазами Творца. То есть, человек должен правильно взвешивать, где он находится, и правильно взвешивать тот путь, по которому он идет. Масилат Ишарим в Гагдаме, в предисловии, пишет, что человек, который должен идти по пути, сгерут, зарезут, вот то, что Масилат Ишарим приводит Барайту, Равипин Хасабен Иира, что Тора приводит к осторожности, осторожность к спешке, спешка и так далее. То человек не может перепрыгнуть одну ступеньку и подняться на другую, и он должен всегда рассчитывать свои шаги в соответствии с тем, где он сейчас находится, какая именно ступень ему соответствует и какую именно овоиду он должен сейчас вести. И также два вида эйфа и эйфа. Что нужно? Эйфа, Гаон здесь объясняет, что эйвин в эйвин, это отношение между человеком и Всевышним, а эйфа и эйфа, это отношение между человеком и другими людьми. То есть человек бывает иногда к кому-то хорошо относится, к кому-то плохо относится. И хорошо это имеется в виду выше, чем та ступень, на которую он относится, а плохо это ниже, чем та ступень, на которой он находится. Обе они и в отношениях между человеком и Всевышним, и в отношениях между людьми являются мерзостью в глазах Всевышнего. И он говорит обе, что в каждой из них есть два пути, и в эйфе, и в эйвине, и в отношениях между человеком и Творцом, который называется камнем, и отношения между человеком и человеком, который называется эйфа, в каждом из них есть возможность иметь два измерительных прибора, ниже и выше. И тот, и другой являются неправильными. У человека должна быть одна гиря, но эта гиря один измерительный прибор, но он должен соответствовать тому, где находится человек. Таким образом, Гаон приводит Нимшаль, Нимашаль, который привел Шлома Амеллах, про торговлю, а Нимшаль, которая существует, Нимшаль по отношению к тому, что человек должен взвешивать и определять себя, и свое отношение с Гошемом и с созданиями этого мира, и вести себя в соответствии со своей Мадрегой, то есть быть цадиком, праведником. Вести себя правильно, естественно, но в соответствии с тем, что к нему в этот момент относится. И это понятно, что это будет меняться, с какой скоростью, я не знаю. Но есть меда, качество, которое называется, привожу один пример, качество, которое называется к душу. К душу это святость, это качество, которое означает, что человек должен осветить в себе все и все в этом мире. Поэтому к этому качеству, к душе относится то, что человек хочет как можно больше есть, потому что он лучше прочитает Берхад Амазон. Как можно больше пить самых разных напитков, потому что вся святость, которая есть в материальном мире, он должен поднять на самый высокий уровень. Это качество, которого достигли очень немногие из Амараем, которые перечислены в Геморре. Может быть, в современном мире его кто-то достиг, этого я уже не берусь судить. Но для того, чтобы дойти до этого качества, нужно пройти много других ступеней. Например, ступень, которая называется пришут. Пришут это ровно наоборот к душе. Это когда человек должен устраниться и взять из этого мира только то, без которого нельзя жить, только самое необходимое, только то, что сделает так, чтобы он жил, пользовался этим миром только для службы Всевышнему. И потом, когда он прошел этот уровень, он выходит на следующий уровень и начинает приходить на уровень того, что нет ничего, что создано в этом мире, которое создано просто так, и все, что создано, создано для службы Всевышнего. Но человек, который с самого начала хочет все, что есть в этом мире, привести к службе Всевышнему, начинает с того, что он говорит о том, что за шабатным столом самое правильное съесть вот этого кабанчика, поскольку, как бы, раз Всевышний создал кабанчика, он создан не просто так, до тех пор, пока он не прошел Тору и не знает, что для чего создано, он не может прийти не только к душе, но даже к Згеруту, потому что он не знает, от чего нужно опасаться и чего нет. Так вот, Шлома Амеллах предостерегает нас, как говорит Гаон, чтобы гири, которые мы мерили, состояние, где мы находимся, они соответствовали нашему состоянию, и мы не взяли слишком тяжелую или слишком легкую гирю, потому что в результате мы свернем с той дороги, которую выбрал Всевышний для нас, каждому из нас на своем уровне, и это не будет Масилат-Ешарим, это не будет дорога, которая принадлежит Ешару, а будет ровно наоборот. С праздниками! Всего хорошего! Цискул, Игмар, Хатима, Тойва!